Привет, друзья! С вами канал Учимся Отдыхать Вместе. Сегодня хотим рассказать об одной из популярных экскурсий, которую предлагают в Абхазии. Это экскурсия на озеро Рицу. Где бы вы ни отдыхали в Абхазии, будь то в Гаграх или в Сухуми, в любом из курортных городов, в экскурсионных бюро или у гидов, вам предложат визитную карточку страны души. Это озеро Рицу. Что будет меняться, так это только стоимость. Минимальный ценник в 2021 году составил 750 рублей с человека. О максимальном напишите нам в комментариях. Общественный транспорт, национальный парк не ходит. Добраться сюда можно с экскурсией или на своем автомобиле, ну или с частниками. Но этого мы, конечно, не советуем делать. Итак, озеро Рица – это горное озеро ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе в Абхазии в Гудаутском районе. Расположено озеро с восточной стороны Гагрского хребта на высоте 950 метров над уровнем моря. Но об этом чуть позже, а пока хотим рассказать, что вас может ожидать в этой экскурсии. Что вам стоит взять с собой, а что не понадобится. Обычно эта экскурсия начинается с утра, и вас всех экскурсионный транспорт собирает по маршруту. Это занимает в среднем до часу времени. Дорога не дальняя, так что в дороге вы не устанете. Сразу хочется дать вам совет. Когда едете на такого рода экскурсию, одевайте удобную обувь, простую одежду, головной убор от солнца, если ваша прогулка состоится в летнее время, солнцезащитные очки, крем. Также берите с собой в дорогу фото и видеоаппаратуру, если планируете съемку в дороге. Воду и что-то перекусите, и, конечно же, деньги, потому что в дороге вас завезут в несколько мест, где вы обязательно что-то захотите купить. А еще могут предложить дополнительные услуги, например, заехать на дачу Сталина или молочный водопад, которые обычно не входят в стоимость. Какие же места вы посетите в этой экскурсии? Давайте по порядку. По живописной горной дороге. На пути к озеру Рица расположены множество торговых точек, таких как винные погреба, сыроварни и пасеки. Безусловно, вас завезут и в винный погребок, где дадут продегустировать несколько видов абхазского вина, коньячный напиток и чачу. Дегустация бесплатна и не обязывает вас ничего покупать. Она уже вошла в стоимость вашей экскурсии. У вас будет возможность купить себе, родным и друзьям несколько бутылочек с собой, если будет такое желание. Непьющим алкоголь наливают гранатовый сок. Большинство местных вин полусухие. Популярностью пользуется букет Абхазии. Напитки продаются в пластиковой таре или красивых глиняных бутылках. Стоимость от 500 рублей за литр. Следующее место, куда вас завезут, это пасека Медовый двор или какая-нибудь другая. Там она не одна. Здесь расскажут о ценных свойствах горного меда. Вы посмотрите, как живут пчелки. Для этого на улице установлены ульи оригинальной формы с добрыми пчелами, которые не кусаются. Мед, апитонус и маточное молоко расставлены под навесами. Дегустация сопровождается рассказом пчеловода. Цены разные в зависимости от тары количества приобретаемого продукта. Например, маленькая глиняная баночка горного меда будет стоить 500 рублей. Емкость 250 грамм. Еще одно место, куда вас завезут, это сыроварня и коптилья. Тут вы также сможете продегустировать сырые мяса, купить аджику или чай. Здесь предложат сулугуни из коровьего и козьего молока, разных видов, но и копченое мясо. Покупать или не покупать, решать вам. Но попробовать, конечно, стоит. К тому же, и это тоже включено в стоимость вашей экскурсии. Стоимость головки сыра примерно 700-800 грамм – 500 рублей. Кусочек мяса обойдется вам также где-то 500-700 рублей. С едой закончено, деньги потрачены. Теперь смело можно вас везти дальше. И первая половина маршрута к озеру Рица проходит вдоль реки Бзыб. Она течет в ущелье в окружении гор, впадая в Черное море. Рядом с поворотом с основной трассы сохранились развалины Бзыбского храма крепости IX-X веков. Вы сделаете остановку в Юбшарском каньоне, как его еще называют – каменный мешок. Он находится по дороге к озеру Рица на высоте 400 метров над уровнем моря. Каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом, свисающим со скальных карнизов, производит неизгладимое впечатление. Дорога проходит между двумя очень близко стоящими скалами, которые некогда были расколоты землетрясением. Самое узкое место каньона называется Юбшарские ворота, где две скалы практически сходятся. Расстояние между ними не превышает 20 метров. Под дно ущелья протекает бурная горная речка Юбшара с ледяной водой. Она берет свое начало в озере Рица. Здесь же около дороги лежит громадный камень, так называемый камень поцелуев. Это обломок скалы считается символом вечной любви и весьма популярен у туристов. Чуть ниже у ворот находится водопад «Мужские слезы» и «Девичьи слезы», о котором ходят легенды, но о них чуть позже. На выходе из Юбшарского каньона находится смотровая площадка «Прощай Родина». По историческим данным, здесь произошла трагедия. Во время Великой Отечественной войны здесь во враг упал автобус с красноармейцами, и один из них успел крикнуть «Прощай Родину». Несмотря на свою трагическую известность, смотровая площадка – отличное место, чтобы остановиться и сфотографироваться. Далее вы продолжите свой путь и въедете на территорию Рицынского национального парка через КПП. Экологический сбор – 350 рублей за взрослого, 150 рублей за ребенка, 8-12 лет. Во многих экскурсиях это уже включено в стоимость. На 16-м километре шоссе по пути Крицы находится голубое озеро карстового происхождения. Оно невелико, площадь его всего 180 квадратных метров, но глубина доходит до 23 метров. Озеро поражает удивительно ярким голубым цветом прозрачной воды, который мало изменяется даже в ненастную погоду из-за отложения на дне лазурита. Кстати, здесь же у вас будет возможность прокататься вдоль реки на зиплайне, пристегнувшись карабином за 400 рублей. А вот дальше вы уже отправитесь к озеру Рица – самое красивое озеро Абхазии. Это самое крупное озеро имеет длину 2,5 километра, ширину минимум 250, максимум 850 метров, среднюю глубину 63 метра. Рица со всех сторон окружена горами, покрытыми деревьями. Цвет воды в озере меняется в зависимости от времени года и места, откуда вы на него смотрите. На озере Рица можно кататься на катамаранах, купаться и даже ловить рыбу. Весной оно мутное из-за того, что горные реки стекают в него. На первой смотровой площадке у озера Рица заканчивается маршрут стандартных экскурсий. Это эпицентр кафе, шашлычных и сувенирных киосков. Внизу находится пристань, где можно взять на прокат лодку или катамаран. Цена от 500 рублей за 30 минут. Здесь обычно дается пару часов времени для прогулки и обеда. А те, кто доплатит за некоторые места, автобус повезет дальше. А повезет он на дачу Сталина и молочный водопад. Дача Сталина на озере Рица была построена в 1947 году. У вождь народа влюбил на ней отдыхать с августа по октябрь. По внешнему виду она похожа на другие сталинские дачи. Неприметное зеленое здание со спартанским интерьером. Осмотр с экскурсией 150 рублей. От пристани катают на катере 1950 года. Еще вы посмотрите высокий и шумный водопад молочный, который образовался неподалеку от места впадения реки Водопадная в озеро Рица. Водопад получил такое название из-за своего белого цвета. Потоки воды преодолевают крутые пороги, бурлят и пенятся. Высота молочного водопада 150 метров. Потом все вы вместе соберетесь, пообедаете. Это уже не входит в стоимость экскурсии. Помните, это туристическое место. Цены здесь кафе будут завышены. И напоследок мы еще захватим две достопримечательности. Это два водопада – девичьи и мужские слезы, о которых ходят интересные легенды. Водопад «Мужские слезы» спадает вблизи дороги в Юшпарском каньоне. Влюбленные – Адгур и Амра. Из ревности были разлучены злой колдонии. Она обманом заманила девушку в горы и столкнула со скалы. Горный дух, который всегда любовался красотой девушки и любил слушать ее песни, превратил ее в горный поток, копель которого напоминала ему мелодию ее голоса. Адгур искал свою возлюбленную, но так и не смог найти. Тогда он обратился к горному духу с просьбой помочь отыскать ее. Горный дух рассказал о трагедии. Юноша не смог смириться с потерей возлюбленной и попросил духа превратить и его в водопад, чтобы Адгур и Амра двумя потоками воды смогли соединиться и снова быть вместе. Вот отсюда и появилось название водопада «Мужские и женские слезы». Водопад «Женские слезы» находится прямо у дороги, протянувшись на сотню метров вдоль трассы тонкими серебряными нитями, сочащимися сквозь горные известняки. Весной, когда тают снега, водопад набирает силу, и падающих струй становится больше. Они начинают походить на струны волшебного музыкального инструмента. А цветные ленточки, повязанные возле водопада, добавляют красок и загадочности этому месту. Среди туристов бытует поверье, что вблизи водопада обязательно нужно повязать ленточку на счастье. Вода из обоих водопадов питьевая, вы смело можете набрать себе бутылку и попробовать ее вкус. На этом и заканчивается эта экскурсия, которая займет у вас целый световой день. Вас развезут по вашим местам размещения, и вы не пожалеете, что потратили деньги и день своего времени на такую экскурсию. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.